время доброго у больницы где находится александр габашев есть свой сайт вполне такой приличный там четко указано что можно ему передавать в посылках и передачах что нельзя контакты все указаны телефоны в общем саша найден как говорится известно где он находится и постепенно налаживается такая связь непосредственно и вот об этом как раз я хотел бы сейчас и сказать самое важное для него теперь будет и для обслуживающего персонала врачебного новосибирской психиатрической больницы стационар с интенсивным наблюдением или персонал и для врачей это собственно познакомиться а кто что за пациент к ним прибыл сейчас кто это такой я просто уверен что какие огромное количество людей в россии и врачи и кто там работает в этой больнице они не представляют что за шаман что за александр пациенты пациент при прибыл по посуду значит чего-то там где-то натворил и в общем будем как как соответствии с внутренним распорядком к нему и относиться вот это надо поменять поменять отношения человеку или я отлично знаю как меняется отношение к человеку допустим во время 20 суточной это отсидки и 10 суточной и 20 суточной как только к тебе начинает кто-то узнавать где ты находишься кто-то звонить кто-то интересоваться как только начинает поступать какие-то передачки сразу а тебе узнают от начальника до самого-самого как говорится рядового сотрудника а тебе начинает узнавать гораздо больше чем знали до этого гораздо больше и в самой камере а в случае саше в палате в палатах и начальственный состав все начинает относиться совершенно иначе я просто один такой случай расскажу во владимире у меня там ни одного знакомого не было как-то первый день 2 3 ну как какой-то шел что-то зачем-то шел а шамане ничего не знают о походе ничего не знают много редко кто вообще так сказать хотя бы чуть-чуть что-то слышал там во владимире где находился и вдруг меня вызывают штабную штабную эту комнату и там стоят два огромных пакета это женщина во имени ольга из москвы вместе с мужем приехали за 200 километров чтобы передачку передать два огромных пакета чего там только не было и главное все все профессионально подобрано там и предмет личной гигиены там спички там спички понимаете знать то что в тюрьме имеет ценность валюты спички могут только профессионалы то есть уже передачи кому-то передавали так сказать ну там уже там же морковка было три огромных морковки там было перец болгарский лук в общем великая передача была сделана и когда я занес во первых когда я брал там в штабном там уже начались разговор дед бороз видимо до нового года к нам заехал а когда в камеру занес эти два пакета они цветные такие еще огромные на веревочках ну там вообще посчитали что в камере начался какой-то великий праздник и вот вот именно передать вот эти пакеты вот это отношение оттуда с воли меняет сразу отношения в камере и отношения начальников и обслуживающего персонала рождается уважение к человеку о котором беспокоиться о котором переживают о котором думают другие люди там за стенами палат и тюрем вот это отношение вот сейчас нужно формировать менять формировать именно новую показателем кто находится теперь в этой новосибирской психиатрической больнице преступник ли умалишенный или человек уважаемый попавший сюда по воле так сказать царских особ и сразу всем станет и врачам и санитарам и сразу всем будет понят это не умалишён так получилось и отношение к саше сразу имеется что можно сделать вот у меня дальше будет ну на сайте во первых легко найти вы сами можете найти и у меня дальше будет точный адрес телефоны я переписал даже от руки если кому то трудно находить сайт так он увидит на фото послать открыточку саша открыточку обыкновенная в письме открыточку одна две десять сто открыточек поменяет отношения сразу к пациенту потому что поймут поймут сотрудники к стол к ним при человек уважаемый и любимый людьми многими людьми и это понимание изменит отношения сознания персонала создания представители российской власти поменять наверно невозможно а вот сознания простых простых врачей скажем так в общем то таких же людей как мы это можно это можно и это надо сделать открыточка просто открыточка хоть о чем если хотите саша будет получать эти письма саша будет смотреть если хотите чтобы саша вам ответил вложите туда пустой конверт и листочек бумажки у него будет время и он даже ответит кого-то когда вы пишите комментарий вот эти слова должен прочитать саша вот эти слова эти слова конечно и про что ты и сотрудники что-то что-то случится такое неуловимая которое сделает пребывание саши в этой психиатрической больнице совершенно иным вот это будет очень большая помощь как свое время любому кому приходила передачка и кто получал ее как на душе был праздник я почувствовал это на себе так и у саши будет ну чуть-чуть праздника понимаете но это это очень важно а главное что отношение к саше будет как хорошему уважаемому наверное подумают врачи это это непростой какой-то там пациент это тут что-то тут что-то совсем иное и вот это то и должно быть потому что это действительно совсем иное и он действительно непростой там пациент у которого опасные изменения произошли в работе головного мозга вот это большая просьба от меня как от деда мороза к вам кто смотрит этот ролик гляньте сейчас на адрес не поленитесь возьмите конверт напишите на открыточке хоть небольшой письмо хоть открыточку любую у нас теперь сотни всяких открыточек скажем так нейтрального содержания так и но не забудьте что у саши 22 ноября 22 ноября день рождения и есть прекрасный повод и поздравить его с днем рождения сейчас у саши заканчивается карантин там наконец-то придут к нему посылочки вы увидите на сайте кто найдет что там очень трудно что-то передать из продуктов все только в заводской упаковке перечень разрешенных очень маленький ну там буквально печенье немножко шоколада там вафли сухофрукты в заводской упаковке практически все больше ничего нельзя передавать ну можно открытку небольшое письмо можно книжечку можно можно что угодно вот из такого чтобы человек возьмет в руки и будет смотреть и радоваться тем более когда наступает день рождения это будет его первый день рождения в этой больнице и я надеюсь последний а крайний не будем говорить слова последний в жизни пусть у Саши будет много дней рождений много но в этой больнице чтобы он больше никогда их не отмечал так и будет так и будет он выйдет выйдет из этой больницы выйдет героем сейчас когда к нему будут приходить открытки а больница находится в ведомстве Минздрава а почта России в руках человека обладающего вернее которому президент наш особо доверяет пусть они узнают пусть они еще раз подумают и врачи в том числе и судьи что они натворили пусть подумают пусть